Открой глаза, все та же трещина, не бишь в стекле окна. Всем привет! Ну и как вам новости? Геращенко, Антон который, назначен заместителем Авакова. Ну это просто какое-то сумасшествие уже, понимаете? И вот у премьер-министра об этом спрашивают. И он говорит, говорит, не вмешивается он в кадровую политику министра, поскольку нет у него на то соответствующих оснований. Мне интересно, какие конкретно основания должны быть? Вот Гончарук, можешь вот очертить нам, чтобы мы понимали, потому что уже столько информации в сети про всех этих фигурантов, что непонятно. Ты их просто не видел этой информацией, либо они для тебя, ну вот эта информация для тебя не является основанием. Ну объясни, пожалуйста. При этом, что самое интересное, когда Гончарука только назначали, про Авакова он говорил нечто другое. Я знаю, ну то есть решение и вопросы по Авакову, оно, конечно, дискутуется, и оно есть сложным. Вот так вот, понимаете? Решение по Авакову очень сильно дискутировалось и было очень сложным. Прошло время, и все получается. Уже больше вопрос не дискутируется и не является сложным. Вы уже все решили, да? Получается, Аваков остается министром навсегда. Но это первый вариант. А второй вариант, это, ну вот мы знаем и видим даже сейчас, увольняют там министров, каких-то там других руководителей. И на их место кто приходит? Их заместителей. То есть, вариант номер два. В декабре, как обещалось, уходит Аваков, а на его место становится Антон Гераченко. Это же просто замечательно. Вам не кажется? Но ведь Гераченко, как все мы с вами понимаем, это не просто человек Авакова. Гераченко это и есть Аваков. Фактически. Знаете, это как плоть от плоти. И вот пока я записывал этот ролик, увидел еще информацию о том, что князев, который ушел с поста начальника главы национальной полиции, теперь уж назначен советником Авакова. Ни хрена не меняется. Да, перезагрузка власти настолько массовая, что туда просто берут новые лица. Нового Гераченко, нового Авакова, новых там всех остальных, этого Клименко нового. Все новые, вокруг одни новые лица. И вот напоследок, знаете, такой вывод интересный. Мне кажется, что все эти слуги народа, это просто ничтожество какое-то. Вот совокупно. Президента они выгнали, Верховную Раду выгнали, новый Кабмин. Министра победить не смогли. В чем сила ваша? Да ни в чем.